МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска о главных событиях дня. В Карагандинской области выпал снег, а чиновники города Шахтинск решили начать асфальтирование дорог. Крупную партию рогов с Айги изъяли сотрудники природоохранной полиции ОВД Нуринского района. В Караганде построили новую пожарную часть. Сегодня заместитель министра внутренних дел Владимир Башко лично ознакомился с новым объектом. Обо всем по порядку. В Карагандинской области выпал снег, а чиновники города Шахтинск решили начать асфальтирование дорог. Активно начали работы. Разрыли уже семь улиц. Жители недовольны такой медвежьей услугой. С их слов погода и осадки не дадут прижиться новому асфальту и качество ремонта будет подпорчено. Ремонт дорог чиновники начали неделю назад. Страдают от разрытых улиц и раскопанного асфальта жители окрестных многоэтажек. С их слов передвигаться по этим участкам очень тяжело, ведь мешают не только образовавшиеся колдобины, но и месиво грязи, которое появилось из-за осадков. О запланированном на 2016 год ремонте они мечтали уже давно, но не ожидали, что его начнут именно сейчас. Ведь погода каждый день подкидывает сюрпризы. Видя дождя и снега, люди обеспокоены, что новенький асфальт не выдержит и года. Под землей есть влага. Если сейчас закладывать асфальт, он не выдержит и года. Не знаю, как можно додуматься до такого, чтобы класть асфальт зимой. Мы писали коллективное обращение с просьбой о благоустройстве дворов, но не так же, не зимой. На ремонт дорог семи улиц было выделено около 63 миллионов тенге. Чиновники уже успели нанять подрядчиков. Работу хотят начать в ближайшие дни, как только потеплеет. С их слов, такое решение они приняли на основании благоприятных прогнозов КАЗ «Гидромет». На сегодняшний день у нас подрядная организация работы начата по благоустройству дворов. Эта работа продолжается, но люди возникают о том, что некоторые неудобства приносят, то есть работа подрядная организация. Мы сейчас данный вопрос обсуждаем и надеемся, что сейчас придем к единому мнению о том, что в каких условиях эта работа будет продолжаться и какие сроки эти работы будут завершены. Однако сведения чиновников о резком потеплении не совсем точные. Сотрудники КАЗ «Гидромет» рассказали нам прогноз на ближайшие дни. Ночи-то морозные, все равно еще днем плюс. У нас циклон, конечно, повышенная влажность воздуха. Влажность воздуха будет уменьшаться, но мы так хотим надеяться, что этот снег еще растает. Чиновники Шахтинска гарантируют хорошее качество работы. С их слов, даже если с асфальтом возникнут проблемы, компания-подрядчик должна их устранить. Но, судя по погоде, начать работы им все-таки не удастся, ведь вчерашние обильные осадки сегодня переросли в снежную порошу. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде построили новую пожарную часть. Сегодня объект принимали заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Владимир Башко, Аким Карагандинской области, Нурмухамбет Абдибеков и другие руководители силовых структур региона. Открытие новой пожарной части в Майкудуке приурочили к празднованию Дню спасателя. Пока здание пустует. Спасатели приступят к работе с нового года. Личный состав, выстроившийся на плацу, поздравил заместитель министра внутренних дел страны Владимир Башко. Эта пожарная часть будет образцовой. Она украшает архитектурно, наверное, город. И надеюсь, что служба пожаропрошления в области будет содержать ее в достойном порядке. Также пожелал удачи в нелегкой работе присутствующим и Аким области Нурмухамбет Абдибеков. Вы помните все весенние паводки, которые настиг нас. И в этих условиях органы чрезвычайной ситуации проявили самые лучшие стороны себя. Вы все принимали участие в ликвидации последствий противодействия этого паводку. И от имени всех карагандинцев, пользуясь этой встречей, я хотел бы выразить слова искренней признательности за вас в самоотверженный труд. Новая пожарная часть находится в микрорайоне Голубые пруды. На первом этаже депо размещены стоянки автомобилей. Шесть основных и четыре резервные. Здесь же находится пункт связи. На втором этаже расположен гардероб для дежурных смен, душевые и административные помещения. Третий этаж занимает общежитие, рассчитанное на 40 мест, спортивный зал и учебный класс. Практически в каждом населенном пункте имеется потребность в пожарных частях. У нас это первая пожарная часть в городе Караганде, новая построена за годы независимости Казахстана. У нас еще есть необходимая потребность в строительстве. У нас есть проблемы в городе Тимиртау, Жасказгане. Строительство проекта длилось почти полтора года. Общая стоимость составила более 800 миллионов тенге. Здесь будут трудиться около 150 человек. Также в этот день за активную поддержку спасательных служб отметили чиновников. Юбилейными медалями награждены Ахимобласти, Нурмухамбет Абдебеков, заместители главы региона Аслубек Дюсибаев, Андрей Ляпунов и другие. По дорожной карте 2020 в Карагандинской области появились еще 124 новых рабочих мест. Первый заместитель Акима области Аслубек Дюсибаев побывал с рабочим визитом в городе Жасказган и посетил ряд комбинатов. Подробности в следующем сюжете. Аслубек Дюсибаев посетил комбинат «Комплекс индустриальных услуг». Этот проект включен в программу «Дорожная карта бизнеса-2020». Современный автоматизированный комбинат предоставляет широкий спектр бытовых услуг населению Жасказганска-Сатпаевского региона. Реализация проекта позволила создать 124 новых рабочих мест. Сейчас мы содержимое, которое приходит нам от работников, уже переданное им работникам, имеется в виду. У нас организовано на каждом предприятии Центр обеспечения спецодержек. То есть там сидят наши люди, с центрального склада, с фабрики, бьются именно там, на крачни. Компания «Байян», проект которого составляет 444 миллионов тенге, обрабатывает коровье молоко и занимается производством различных молочных продукций. По производительности эта компания в год производит 360 тысяч йогурта и 48 тонны творога. С поддержкой государства эта компания обеспечила жителей новыми 12 рабочими местами. По завершении посещения объектов первый заместитель Акима области провел совещание, посвященное итогам социально-экономического развития городов за 9 месяцев текущего года. С отчетами выступили Акима городов Чизгаскан, Сатпаев и Улутавского района. Детально были рассмотрены проблемные вопросы по решению, в которых был дан ряд конкретных поручений. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться. И обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Продолжаем выпуск. Крупную партию рогов с Айги изъяли сотрудники природоохранной полиции ОВД Нуринского района в ходе рейда с инспекторами Охотзоопром на территории Нуринского района. 15 октября при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» недалеко от села Баршин полицейскими была остановлена автомашина «Ауди» под управлением 40-летнего жителя Акмулинской области. В салоне авто находились двое пассажиров, жителей Нуринского района. При осмотре машины в багажном отсеке были обнаружены и изъяты ружье 12-го калибра, 38 штук рогов с Айги и три разделанные туши животных. В ответ, естественно, прозвучала тишина. А что говорить, если задержаны с поличным? Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по статье 337, часть 4 УК РК. Проводится досудебное расследование. Назначен ряд необходимых экспертиз. К другим новостям. Бывшего руководителя пресс-службы футбольного клуба «Шахтер» Мансура Калиева приговорили к 6 годам лишения свободы. Его признали виновным в разбойном нападении на букмекерскую контору и создании организованной преступной группы. Из материалов дела следует, что рано утром в ноябре 2014 года в помещение букмекерской конторы ворвались двое в масках. Нападавшие, угрожая пистолетом кассиру и охраннику, произвели выстрел и потребовали деньги. Однако находившиеся в здании сотрудники специального отряда реагирования предотвратили преступление. По горячим следам задержали подсудимых Калиева, Жунусова, Макзумбекова и Рахимова. Сегодня все они предстали перед судом. Мансура Калиева приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный приговор выслушал спокойно. Мансура Камбаровича признан в Бауржа Макзумбеков признан в статье 191, часть 2, пункт 1, 2, 3, управления Казахстан. Жунусова Гани Боржановича и Макзумбекова Боржана. В Бауржана признана в статье 192, часть 2, пункт 1, 2, 3 управления Казахстан. Гани Жуносов и Бауржан Макзумбеков получили по 4 года, но Жану Рахимову дали 3 года. Имущество всех осужденных приговорили к конфискации. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Однако родители осужденных не согласны с приговором суда. Мама Бауржана Макзумбекова считает, что ее сын пострадал из-за желания помочь другу. Попросил его на ноги, джидкосты, и он минут подождал. Морал Рахимова считает, что полицейские специально втянули в это дело ее сына Нуржана Рахимова. С ее слов осужденный Нуржан в тот день просто таксовал. Мой сын с Мансуром одноклассники. Он просто попросил моего мальчика подвезти его и подождать. Бауржан не смог отказать своему другу, а теперь заработал срок. Я считаю, это несправедливо. Родственники осужденных намерены обжаловать решение суда. Сейчас они готовят апелляционную жалобу. Аймамлина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Дом покойного главы Валюттранзитбанка Андрея Беляева выставит на торги. Ликвидационная комиссия сейчас занимается документами здания. Как только они приведут их в порядок, особняк продадут с молотка. В ликвидационной комиссии пояснили, что сейчас на особняк нет никаких документов, так как бывший владелец, брат банкира Беляева, не передал их ведомству. Они нужны для проведения оценки и осуществления с этим домом каких-либо сделок. Только после реальной оценки стоимости приблизительно через месяц здание будет выставлено на торги. Также они отметили, что пока желающих купить здание нет. Объект готовится к реализации и все. Ведутся подготовительные работы. Еще есть вопросы. Если будут объявлены торги, то все будет напечатано в газетах. Индустриальная Караганда и Ортал-Казастар. И на сайте национального банка и фонда гарантирования объявления будет размещено. Продолжаем выпуск. Рабочее совещание перед важным заседанием. Накануне внеочередной 50-й сессии карагандинского городского маслехата депутаты собрались на совместное заседание постоянной комиссии. Вместе с чиновниками, специалистами дорожных и контролирующих структур обсуждали внесение изменений в программу развития Караганды на текущую пятилетку и говорили о безопасности дорожного движения в городе. Эти вопросы в числе основных на предстоящей пятничной сессии. Сергей Высокосов расскажет подробнее. Пятилетняя программа развития города Караганды требует своевременной корректировки. Меняется законодательство, меняются реалии, международная ситуация. И на этом заседании депутаты городского маслехата, руководствуясь основными направлениями правительственной программы «Нурлыжол. Путь в будущее» подводили предварительные итоги работы городских служб за 9 месяцев, обсуждали предложения по изменениям в программе развития города. Айнур Апакашева, руководитель отдела экономики и финансов города Караганды, отметила. Проект программы состоит из пяти основных направлений. При этом предусмотрены 228 целевых индикаторов и 111 показателей результатов, характеризующих развитие промышленности, строительства, торговли, культуры, языков, инфраструктуры, экологии, государственных услуг. Индикаторы и показатели результатов работ местных властей и различных структур дают возможность гибкой и наиболее точно использовать и контролировать городской бюджет. Перечень целевых индикаторов и показателей результатов программ развития районов и городов Карагандинской области должен быть единым. Обо всех изменениях депутатам рассказали специалисты, отвечающие за финансы Караганды. Айнур Апакашева доложила депутатам, что на основании запланированных показателей в 2015 году увеличение физического объема промышленной продукции прогнозируется на уровне 1,5%. Валовая продукция сельского хозяйства тоже 1,5%. Объем строительных работ на 1,1%. Розничная торговля на 1,5%. Поставленных целей планируется достичь путем реализации послания президента страны народа Казахстана, реализации государственных и отраслевых проектов развития и поддержки бизнеса. Второй вопрос, который обсудили на предсессионном заседании, об обеспечении безопасности дорожного движения в городе Караганде. Он вызвал бурное обсуждение у всех присутствующих. Оно и понятно, ведь дороги, дорожные знаки, работа общественного транспорта всегда важны для каждого карагандинца. Иван Разуваев, старший госавтоинспектор отдела административной полиции УВД города Караганды, высказал озабоченность несоблюдением ГОСТов. И не только. Он сказал, что не соблюдаются требования действующего законодательства содержания уличной дорожной сети, устранение ям, обеспечение видимости технических средств организации дорожного движения, содержание обочин, систем водоотведения и бордюрной части карманов и столбов освещения. На совещание пришли к общему мнению, что отсутствие баланса содержателя дорог, их паспортов и нехватка технических средств организации дорожного движения – очень важные вопросы, но они не могут решаться быстро. В целом же было рекомендовано, что необходимо комплексно подходить к проблемам безопасности дорожного движения, а не привлекать множество подрядных организаций, которые делают узкопрофильные работы и не отвечают в целом за проблему. Необходима персональная ответственность, а городской бюджет необходимо расходовать рационально и экономно. Будем проводить, проверять стилевое использование денег, возможности экономии. Из экономии будем дальше исходить. Выводы и рекомендации будут озвучены на внеочередной сессии городского маслехата, которая состоится 23 октября. Сергей Высокосов, Толеген Рашидов, Александр Циригидзе, Первый, Карагандинский. Караганды-СУ пожелала увеличить тариф в четыре раза. По тарифной заявке средний процент роста тарифа на воду в 2016-2020 годах составит 67%, по водоотведению – 84%. Услугодатели же советуют горожанам экономить потребление воды. На публичном слушании также отметили, что тариф будет повышаться по годам постепенно. Более подробнее в следующем сюжете. Заместитель генерального директора Караганды-СУ по финансовым вопросам Елизавета Гордеева объяснила, что этот тариф рассчитан по методике, утвержденной агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, которая предусматривает дифференциацию расценок в зависимости от объемов потребления. И вот перед нами всеми, не только перед водоканалом, а к роднице местного вопроса. Что дальше? Остановиться на этом или продолжить модернизацию? Поскольку мы всего модернизировали 25-28%. Мы сейчас будем предлагать вниманию карагандинцев, всей общественности нашу инвестиционную долгосрочную программу на 5 лет – 2016-2020 год. Как и прежде, в этом списке значатся расходы на проведение ремонтных работ. Правда, как было озвучено на общественных слушаниях, капитальемкие проекты будут финансироваться из республиканского бюджета по программе «Нурлежол». В результате реализации программы удалось значительно улучшить качество услуг водоснабжения и водоотведения. 31 декабря 2015 года в связи с истечением срока действия предельных уровней тарифов была подана новая заявка на утверждение тарифов и инвестиционной программы на долгосрочный период. Предельные тарифы также учитывают оптимизацию 55 водоразборных колонок с проведением водопроводов в 840 дамах частного сектора, подвод центральной канализации в районах, где имеется такая возможность. В конечном итоге это позволит на 100% обеспечить центральным водоснабжением жителей частного сектора Караганды и на 80% канализации. Кульза от Сахват Олегин Рашитов, Александр Царекицы, 1 Карагандинский. К другим новостям. В Палату предпринимателей Карагандинской области поступают многочисленные обращения от субъектов предпринимательства, получивших извещение от органов государственных доходов. В связи с этим накануне прошла встреча бизнесменов и государственных органов. В извещениях указывается, что в отношении контрагентов предприятия проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 215 Уголовного кодекса Республики Казахстан, лжепредпринимательства, в связи с чем предприятиям предлагается внести изменения в ранее представленную налоговую отчетность, в части исключения взаиморасчетов с фирмой, в отношении которой проводится расследование. То есть фактически предлагая налогоплательщику уплату налогов по неустановленному факту органов государственных доходов нарушают конституционный принцип законодательства Республики Казахстан в презумпцию невиновности. Кроме того, извещение носит угрожающий характер, так как в нем имеется следующее, в отношении вас, как руководителя, может быть начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов. Более того, в ходе досудебного расследования существуют правовые основания для назначения налоговой проверки вашей фирме. Поэтому не исключено, что возглавляемое вами предприятие понесет другие дополнительные процессуальные издержки. Таким образом, органы государственных доходов принуждают предприятие исключить из зачета по НДС, а также из вычетов по КПН суммы взаиморасчетов с контрагентом. Уплатить исчисленные налоги, пеню, а также административный штраф. При этом предприятия не согласны с полученными извещениями, так считают сделки, совершенные с указанными в извещениях фирмами, законными. Он был предоставлен в связи с тем, что это досудебное расследование. Мы не являемся стороной по данному делу, поэтому нам эти списки не дали. И также не дали это распоряжение комитета государства в связи с тем, что это внутренний документ. Но, однако, тем не менее, мы полагаем, что эти действия совершенно незаконны, поскольку нарушается самый главный принцип, это принцип презумпции невиновности, который прописывается в Конституции. То есть, до тех пор, пока физическое лицо, либо юридическое лицо не призвано приговором суда в живоприятии, в отношении него не могут быть сделаны выводы о том, что он является таковым. Только приговор суда является основанием для того, чтобы проводить действия, предусмотренных, в том числе и в налоговом законодательстве. И еще об одном. Настоящий праздник живописи устроили для горожан современные художники Караганды. Свои работы представили около 10 талантов. Авторскую работу можно приобрести прямо на выставке, которая продлится до 8 ноября. Подробности в нашем сюжете. Идея пришла спонтанно. Свои этюды выставили сразу 8 современных карагандинских художников. Через творение мастера кисти хотели показать всю прелесть родного города. Все работы в основном были исполнены маслом. В картинах можно наблюдать классическую живопись и ту самую отличительную черту художников. И родилась такая замечательная идея сделать выставку этюдов, посвященных Караганде. Не той Караганде открыточной, которая там треугла и какие-то дела. А вот Караганду, которую мы любим, эти дворики, эти милые деревья, эти какие-то очень интересные цветовые отношения. Евгений Ким – современный художник. На выставке он представил 8 работ. Как признается мастер, на написание каждой картины уходило около двух часов. Этого времени хватало, чтобы вложить творческий дух в работу и оживить творение. Есть такой художник замечательный, Талгат Досманов. Самый из нас младший и, соответственно, самый подвижный. Можно сказать, он нас как бы растормошил. Цена качественно выполненной картины составляет около 100 долларов. К тому же, за общедоступную цену любую авторскую работу можно забрать прямо с выставки. Очень понравилась работа многих художников. Живые, очень красиво показаны пейзажи. Очень многие ребята, наблюдая за ними, они выросли настолько, что приятно смотреть и приятно говорить о том, что уже они становятся профессионалами. Честно, мне понравилась работа Бугдарина. Они мне как-то ближе, что ли. Теористичный, красивый, да. И чувствуется настроение. Диана Ромазанова, Расулла Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Ваше доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...